Друзья, всем привет! Меня зовут Макаров Женя. Я снимаю реакции на YouTube. Кстати, это гроб на заднем фоне. Ставьте лайки. Погнали! Приятного просмотра, дорогие зрители. Друзья, всем привет! Вы на канале Женек. Никаких Глебов Лисицыных. Я тот, кто я есть. Я не стесняюсь своего имени. Я Макаров Евгений. Я снимаю реакции на YouTube. И, кстати, это гроб. Ставьте лайки. Ладно, приветствую вас всех, мои дорогие слушатели моих подкастов и зрители моего видеоканала. Да? В рамках видеохостинга YouTube. Я вас рад видеть и хотел бы, как обычно, выразить небольшую благодарочку за то, что в принципе, ну так по факту, если, достаточно хорошо все усмотребельно у меня на канале из-за того, что есть вы, то бишь смотрите хорошо. Ребята, ладно, боже, хватит. Короче, ребят, спасибо. Круто все смотрите. Спасибо за лайки, за комменты. Я польщен. Спасибо. Сегодня мы с вами смотрим «Измены». Недавно выпустил «Измены», тоже собрало хорошо, хотя опять были комментарии типа «Боже, хватит», но по просмотрам видно, что не хватит. И, как я и говорил, раз в полторы-две недельки вот такенская вот история выкладывать «Измены», плюс очень сильно прокачивает ум. Я все-таки за научпоп-контент, я пытаюсь как-то приравняться к Руслану Усачеву, к Яну Топлюсу, вот к таким персонам. Поэтому сегодня «Измены», и я хотел бы сказать следующее. Обязательно в условии подписаться на мой Telegram Channel по ссылке в описании. И, в принципе, больше там ничего и нет. Но вы можете подписаться на ВК, потому что есть маленькая-маленькая-маленькая или заметная вероятность, что там будут выходить кое-какие выпуски, которые здесь нельзя выкладывать. Эксклюзивно от меня, но это реально пока что на уровне бреда, когда это станет ясно. Я вам дам обязательно знать, опять же, в телеге, поэтому возвращаюсь к словам ранее. Обязательно подписывайтесь на Telegram-канал. Вот, я, в принципе, не вижу смысла что-либо говорить. Я желаю вам всем, ребят, приятного просмотра, самых-самых-самых позитивных вибраций добра, улыбок и т.д. С вами Евгений Сладкоедов, «Измены в постели» с проблемой. Третий сезон, тринадцатый выпуск. Ну, погнали, бог с ним. Ребят, вопрос простой. А вы знали про AppGallery? Один из крупнейших магазинов приложений, где до сих пор можно платить банковскими картами, есть приложения Альфа-банка, Сбербанка, ну и куча других преимуществ. Вот и я думаю, что не знали. Так вот, AppGallery – это магазин приложений для всех смартфонов Huawei и Android-устройств, в котором теперь доступно приложение Google, работающее на смартфонах и планшетах Huawei, с тем же функционалом, как и на других устройствах. Если что, устройство очень красивое и максимально приятное. Ну, мы сейчас не о красоте, мы о полезных вещах. На данный момент в AppGallery можно скачать и стабильно пользоваться, к примеру, браузером Google, Google Диском, Google Таблицами, ну и многим другим. Ну, а скачать их поможет Gbox – сервис от независимого разработчика, который, в свою очередь, абсолютно безопасен и качественен. При установке первого Google-приложения вам автоматически будет предложено скачать Gbox. Искать самостоятельно, если что вам не потребуется. Все сделано за вас. Ну, а сейчас будет небольшая инструкция, а самое главное – наглядная. Погнали! Чтобы скачать вышеперечисленные приложения, надо зайти в AppGallery и ввести название приложения в строке поиска. Далее, найти его в результатах. Нужный вам вариант будет иметь маленький серый значок G внизу экрана. Нажмите «Установить». Далее нужно будет выполнить все предложенные действия, то есть дать Gbox все разрешения. Он есть, что запрашивает только те разрешения, которые нужны для корректной работы приложения. Например, на отправку уведомлений. И после этого приложение считается установленным, и оно есть на вашем смартфоне. О, все, готово. Красивый. Ладно, есть вещи и поважнее. А именно то, что плюс к этому, помимо миллиона доступных приложений, в числе которых также и удаленный Сбербанк, ВТВ и другие, в AppGallery постоянно проходят какие-то акции. Доступен кэшбэк, подарки, скидки. Ну а рекомендации приложений складываются, исходя из ваших интересов. Что, между прочим, очень удобно и классно. Еще важный момент. Все работает качественно и безопасно. Можно даже оплачивать покупки внутри приложений банковской картой или же Kiwi кошельком. Ну а для бесконтактной оплаты тоже все имеется. А именно, Mirpay, SBP Pay, Huawei Pay. Мне кажется, очень круто, что имеется несколько вариантов. AppGallery, кстати, единственное из глобальных приложений магазинов в России, в котором можно оплатить российскими картами внутри приложений. Что, опять же, не может не радовать. Таким образом, в AppGallery, правда, очень много плюсов. И также стоит отметить, что он реально выигрывает у многих магазинов приложений. Просто потому, что в нем доступно больше. В общем, ребят, советую вам попробовать. Тем более, что там стали доступны приложения Google для устройств Huawei. Короче, ребят, переходите по ссылке, скачивайте AppGallery и чувствуйте себя свободнее. А вам спасибо за внимание. Смотрим видео. Мне кажется, я когда-нибудь ебнусь просто с того, какие я движения делаю. Я думаю, что это просто когда-то закончится. Измена. В постели с проблемой. Как дублеровал ранее. Я обратила внимание, что у большинства наших клиентов одна общая проблема. Да, подозрение в измене. Вау. Проблема с сексом. Вот у Олеси с мужем, как я поняла из ее письма, тоже не все хорошо в постели. Вообще, у 99% семей, где есть подозрения в измене, эта проблема является очень актуальной. Да, Петь, тут ты абсолютно прав. Да, Петь, тут ты абсолютно прав. Татьяна Виноградова, здравствуйте, с вами Евгений Сладкоедов. Хм, интересно, конечно, он придумал. Тут явно что-то нечисто. Проблемы в семье далеко не всегда начинаются в спальне. Стрекоза, блять, залетела в кадр. В спальне, но всегда туда переходит. Секс не главное в браке, но без него любые отношения рано или поздно сойдут на нет. Считаю, что это факт, если вот серьезно. Но я об этом говорил много раз, мне просили зачем-то это пояснять, но я не вижу смысла что-то пояснять. Есть ощущения такие, так скажем, железобетонные, что если вот что-то не клеится, то все остальное расклеится. Вот, у меня все очень просто. Нужно развиваться, читать книжки, смотреть какие-то обучающие видео. Ну, конечно, Петь, куда же без видео? Шутки шутками, а видео еще никому не повредило. Это то. И вот сюда бы интеграцию сейчас какую-то про видеохостинг какой-нибудь. Конечно. Олеся? Здравствуйте. Здравствуйте. Там у Олеси рос сколько? Метр, метр пятнадцать? Ирина, а я, соответственно, Татьяна. Мне очень... Или что, девчонки такие высокие, или они на каблуках, что происходит? Почему Олеся стерлась в порошок? Олеся? Приятно, пойдемте. Может быть, чай, кофе? Олесь, спасибо, но давайте лучше сразу к делу. Расскажите о своей ситуации, чтобы мы имели полную картину. Мне тридцать четыре, Алеша сорок, мы одиннадцать лет в браке, нас двое детей, Никита, Варя. Гена. Ладно, боже, какую же я хотел тупую шутку пошутить. Вот эту вот, которую я шутил в школе. Что-то там Дюша Метеолкин. Забудьте, пожалуйста. Я не буду просить это вырезать. Пусть будет как есть. Вот я вот так частенько вот ошибаюсь в юморе. Ну, все мы не без греха, так скажем. Сейчас дети у мамы, на каникулах. Я работаю физиотерапевтом в клинике, Леша видеомонтажером. После дней полгода он на удаленке, и я не знаю, что он там делает целыми днями. У меня на работе, дети на продленке. Поймите меня правильно, мне очень приятно все эти подозрения. Видеомонтажер, смотря в какой области, да, что он там дома монтирует. Разные бывают, да, ролики, так скажем. Что сейчас это мой единственный шанс все выяснить. Олесь, как вы познакомились с Алексеем? Господи, кто мне вечно написывает? Что людям надо, когда именно я включаю ролик? То есть вот ролика нет, мне, блядь, никто не пишет. Вообще, я никому не нужен абсолютно никогда. Я без шуток, у меня нет сообщений. Нажал play, начинаю комментировать. Сейчас. Поехали. Возвращалась домой поздно, ко мне на улице. Пристали два парня, пытались затащить меня в машину. Я даже кричать не могла от ужаса. А Леша, он все это видел, он за меня заступился. Его жутко тогда побили, у него нос был сломан, все лицо синее. Просто я представляю, что было бы со мной, если бы не Леша. У меня был случай еще в детстве. Я ко мне пыталась приставать мужик в лифте, я была в пятом классе. Я каким-то чудом умудрилась бежать оттуда. Но потом два месяца сидела дома, и мне было страшно ходить в школу. Родители водили меня к психологу. Это, конечно, очень ужасно, такое пережить. Наверное, ну, какая-то осторожность по отношению к мужчинам, она осталась и... Так скажем, присутствует. Ну ладно, да, мне кажется, эта травма, она... Это, наверное, на всю жизнь. На всю жизнь. Вот потому что с парнями у меня отношения не очень складывались. И Леша был первым. Многие девушки сталкиваются с насилием в юном возрасте, и я настоятельно рекомендую вам продолжать работать с психологом, потому что вы сами видите, что эта ситуация до сих пор имеет над вами власть. Олесь, а у Алексея были до вас отношения? Да, он был женат. Они как раз расстались на нашей встрече, так что я прибрала его к рукам, можно сказать, кому он был... Что значит расстались на нашей встрече? Это как? Ужен со сломанным носом. Покажите нам, пожалуйста, фотографию у Алексея. Вот. Вот такой я. Монтажер. У него должно быть сверху написано Da Vinci Resolve. Шесть лет опыта работы. Цветкор. Монтаж. Симпатичный мужчина и с носом все в порядке. Олесь, расскажите, почему вы подозреваете Алексея и обратились к нам? Дело в том, что его бывшая жена Даша живет здесь неподалеку, и мы пересекаемся иногда в магазине, на улице. Она очень яркая, эффектная. Когда мы только начали встречать... Похорошела, когда рассталась с монтажером, правильно понимаю? Вчетаться с Лешей. Я думала, что Леша со мной встречается так. Прям вот это жесть. Вот это отрицать смысла нет. Даже спорить не буду, как меняются, вот в частности, наверное, девушки после расставания, как они выглядят. Просто, типа, есть до и есть абсолютно другое после. Сколько раз вот у знакомых, даже такой замечал, расстаются, потом захожу в Инстаграм через какое-то время. Там вообще другой человек, максимально яркий, такой вот прям... Просто, чтобы забыть ее. Хотя она додать должное за все эти годы не давала поводу сомниться в себе. Потом Даша вышла замуж, прошло много времени. Как-то я отпустилась всю эту ситуацию. Почему бы вдруг вспомнили о ней? Да я месяца три тому назад прихожу домой, а у нас на столе целая гора домашних порошков. Ну, я думала, свекровь испекла. Я спросила у Леши, он говорит, нет, Даша угостила. Мол, у них дома что-то заискрило в розетке, там чуть не начался пожар. Именно поэтому она решила купить порошков для приготовления каких-то хлебобулочных изделий и прийти к нему домой их готовить. И мама Даши позвонила ему, ему Леша, он приехал, там все починила, вот она ему благодарность. А-а-а, ну ладно, все равно хер какая-то на палке. Я к нему с этими пирожками. Но, конечно, мне не очень приятно, что в мое отсутствие она сама сюда пришла. Постойте. А, так пришла все-таки или нет? Ничего не понимаю. Рассказали, что Даша замужем. Была, но как вот уже... Ну как всплыла. Недавно выяснилось, сейчас в разводе, причем недавно. И, конечно, ее маме сразу понадобился мой Леша. Чинить розетки или что-то там еще. Я потом проверяла его телефон. Да. У него куча звонков от нее. Вы думаете, что у Алексея с Дашей что-то было? Могло быть. Олесь, а вам не кажется, если бы у Алексея действительно была какая-то интрига с этой Дашей, не было бы никаких пирожков, никаких подозрений бы у вас не возникло? Я понимаю, это очень неприятно, такие гости в ваше отсутствие. Но ведь Алексей сам вам все честно рассказал. Может быть, есть что-то еще? Вы писали, что у вас проблемы в интимном плане. Просто я из тех, кому не очень много надо. Олесь, вы можете не стесняться съемочной группы? Ну, возможно, что у меня есть какие-то проблемы. Мы с Лешей говорили, ссорились. В общем, бывало всякое. Ну, вот я такой человек. Леша из тех, кому нужно много, постоянно. Он придумывал всякие игрища, покупал какие-то штуковины. В какой-то момент он смирился с тем, что просто у нас разные темпераменты. И все было хорошо. А после этих пирожков, как отрезало, я даже сама пыталась к ним. Это волшебные, блин, пирожки там были. Хер его поймешь, блин, что за пирожки там были. Приставать, но что-то не идет на контакт, и все. И, конечно, я запаниковала, потому что это ненормально, что три месяца, и нет секса. Я переживаю, что... Ничего, ничего, у нас тут были и по полгода, и по восемь месяцев. Три месяца это еще, о, чики-пуки. Брось ты меня с детьми. Чики-пуки, блядь. Я его люблю, и дети его любят. И он хороший папа, хороший муж. Олесь, ну, мы поняли вашу ситуацию, мы обязательно вам постараемся помочь. Дядя, нам нужно установить в вашей квартире камеру видеонаблюдения. Сможем сделать это сейчас? Да, Леша еще часа два не будет дома, он на массаже сейчас. У него проблемы из-за сидячей работы со спиной. Да, надо было бы лучше выяснить, какой там массаж у него. Да, мы сейчас пригласим нашего технического специалиста, он установит... На этом массаже, про который я только что кашлянул, тоже, конечно, могут и спину вправить, да? Но есть некоторые, да, так сказать, продолжающие этот массаж моменты... Ладно, все. Камера. Хорошо. Петь, ждем тебя, поднимайся. Я уже жду, как потом Петя такой, нет, ну а что, сходить иногда на эротический массаж, разве это плохо? Он же и с ней не флиртует, не общается, не разговаривает, не развивать никаких интрижек, да, так сказать. Ну, массаж и массаж. Я его с точки зрения мужчины понимаю. Добрый день. Олесь, это и есть наш знаменитый Петр, технический специалист. Жучки, камеры, прослушка, это все по его части. Прямо как в кино. Я могу камерами заняться? Да, пожалуйста. Жучки, сверчки. Компьютер у Алексея есть? Да, конечно, но там пароль. Не проблема. Пять секунд разломаю. Что-нибудь придумали? Нам надо осмотреть вещи. Да, пожалуйста, вся квартира в вашем распоряжении. Ну, разве что в детском, наверное, вы ничего не найдете. Там в комоде, в нашей комнате верхние ящики, там всякие его штуковины. Нас этим не напугаешь, но спасибо, что предупредили. Джеймс Абонда смотрим, ребята, 007. Олеся, я тут нашла кое-что. Это вы мужу массаж делать? Ну да, я владею парочкой техник, расслабляющей, спортивной, медовой. Когда все было хорошо в отношениях, частенько делала. Алешу массаж. Это замечательно. А так, эту банку не открывали уже три года примерно. Мне кажется, что когда супруги делают друг другу массаж, это очень-очень правильно. И для этого совсем не нужно искать никакого особого повода. Сереша, кстати, загорелась этой идеей. Одно время он столько ролик высмотрел обучающих. Я даже сделала ему подарок на Новый год. Подарила обучающий курс по массажу. Он, честно, два месяца отходил. Правда, потом как-то все так сошло на нет. У вас животное? Собака? Да. Ну, сейчас у мамы на даче. А, вместе с детьми? Угу. Девочки, а можете подойти, пожалуйста? Что там есть? Олесь, вы что-нибудь можете прокомментировать? Господи, что это? Все равно там вообще голые ходят, это нормально. Выключите это, пожалуйста, ладно? Ладно, подождите. Я что, все правильно предугадал? Да, монтаж каких-то роликов достаточно интересных, которые нам даже с вами как-то показать-то и не могут. Смотрите, это видео, которое ваш муж монтировал две недели назад. Ну, вы теперь понимаете? Олесь, ну, это его работа. Нет, постойте, у Леши есть камера. И друзья периодически просят его что-то поснимать. Значит, он мог это сам снимать. Вообще, пока нет никаких доказательств, что Алексей присутствовал при всем этом. Он просто монтирует видео, это его работа, вы сами сказали. Там голые бабы, и, по-моему, этого уже достаточно. Ясно, да, все, пора расставаться. Он монтировал голых баб. Я все сказала. Здесь, пожалуйста, у нас нет никаких доказательств, что Алексей... Да, вот меня же смотрят девушек много. Представьте, вот у вас парень, хороший парень, все супер, красивенький там, ухаживает. Ну, нормально, все прекрасно у вас. И ему предлагают работу за очень хорошие деньги монтажером какой-то там крутой модели, либо же каким-нибудь там программистом на сайт в Порнохаб, где там просто бесконечное количество контента 18+. Вот как вы к этому отнеслись? Дайте знать в комментах, мать вашу! Алексей вам изменяет. Ваш муж берет какие-то проекты со стороны. Он подрабатывает, зарабатывает для семьи, и это мог быть один из этих проектов. К тому же, я посмотрел в соцсети, ничего подозрительного. В почте только рабочая переписка. В любом случае, если мужчина изменяет, обычно достаточно двух-трех дней, чтобы он как-то себя выдал. Поэтому, пожалуйста, сейчас, раньше времени, не паникуйте. Олесь, машина есть у Алексея? Да. А вы? То есть, сегодня он поехал не на автомобиле пешком? Просто после массажа ему не рекомендуется сидеть, поэтому он на общественном добирании в транспорте. Я могу вас попросить, мы сейчас спустимся, можете открыть машину, я поставлю камеру. Ну, конечно. Без проблем, да? И фото Даши скиньте, пожалуйста. Ну да. Предлагаю закругляться. Хочется, уже посмотри, что там за Даша такая. Мало ли, Алексей вернется раньше времени. О, да. Нам будет довольно трудно объяснить ему, что Петр делает в его машине. Я, возможно, вас, конечно, удивлю, но хочу сказать, что отсутствие секса далеко не всегда говорит о наличии у мужчины-любовницы. Тем более, что Алексей перегружен работой, возможно, все дело в этом. Может, он просто пытается ей так дать понять, что у них серьезные проблемы в постели? Что меня насторожило, что это видео, которое я ей показывал, я нашел в папе с надписью «Мое». Я уж не стал Олесе говорить, она и так на взводе, но это действительно подозрительно. Посидим и разберемся. Поехали. Ладно. Вы в микрик, я пойду в машину. «Мое» могло называться просто, чтобы… Да ладно, вот цепляться до названия смысла точно нет, потому что, ну, мне кажется, в потоке монтажа, в потоке бесконечных работ ты называешь просто как угодно, чтобы запомнить. Ну, типа «Мое», возможно, имеется в виду, типа там, самый важный проект, у которого там дедлайн два дня, и вот «Мое». Ну, и, блядь, короче, вы поняли, это очень странный аргумент «Мое», и что? Камера стоит, GPS-трекер тоже. Только у меня вот какой вопрос. Олеся сказала, что у них собачка, а переднее сидение в машине в какой-то кошачьей шерсти. У меня аллергия, я точно это не спутаю. Это бывшая. Кошка, блин. Может быть, у Даши есть кошка? Олеся скинула ссылку на ее соцсети, я тебе переправила. Переправила чем? Паромом? Давайте посмотрим в соцсетях, ведь если она есть, то, скорее всего, совместные фотографии точно есть. Девчонки же это любят? Да, завести кошку, чтобы выкладывать ее в соцсети. Петя, покажешь Дашу? Да, смотрите, какая Даша. Вообще, она такая сексуальная теперь, я понимаю, Олеся. Думаю, это не очень приятно, когда ты на работе. Хотел скрыть свою азиоту перед вами и сделал так, типа, а потом такой, ай, б***ь, б***ь, б***ь. К твоему мужу приходит бывшая жена с пирожками, еще и вот такая. Вить, ну что, есть кошка на фотографиях? Нет, все чисто, никаких кошек. Ну, вообще, если с сексом в семье хорошо, то, мне кажется, никакая Даша со своей кошечкой не помеха. Ох, Петр, Петр. Почему, может же быть такое, что в семье с сексом все хорошо, но ты хочешь еще хорошего секса на стороне? В чем проблема? Мы живем в свободном мире. Я захотел вот здесь, чтобы было хорошо и чтобы там было хорошо, но чтобы это не мешало тому, а то этому. Никто не проигрывает в этом случае. Ваши метафоры? Ну, Алексей, как пришел домой, сразу сел за компьютер. Может, срочный заказ? Скучно, без пупсов. Ты слышишь меня? Прикольный диалог. Блин, я бы вот хотел так бы жить. Да говорю, без детей скучно. Хотя хорошо, что они у бабушки. Ну да. Можешь, чем-нибудь посмотрим? Нет, нет, работать нужно. Ну, ты, если хочешь, посмотри. По-моему, тут явно проблемы. Бля, прикольно. Типа, можешь куда-нибудь съездим летом? Нет, я не хочу, но ты, если хочешь, съездить куда-нибудь. Детей нет, могли бы провести вечер в твоем. Могли бы провести вечер в твоем. Или, например, в Заре. Но реально. В соседе. А я напишу Олесе, чтобы она попробовала проявить инициативу. Точно не сработает. О, инициатива пошла. Олесь, ну, не надо. Олесь, мне еще надо домонтировать видео. Я столько стояков поймаю. Вот не трать сейчас, пожалуйста, просто мое это. Ну. Мы делали уже массаж. Мы просто работа доделать нужно. Ну ладно. Похоже, у Алексея серьезные обиды, раз он так реагирует. Видимо, сейчас уже просто не до эмоций. И не до Олеси. Ну, ничего интересного сегодня не произойдет. Не будем тратить наше время. Согласна. Ребята, очень важное дело, вы на объекте, мы уехали. Принято, Петь. Петь, какие новости? Спрашивал у мобильной группы, чем вчерашний вечер закончился? Спрашивал. Алексей монтировал, дрочил весь выпуск. Все нормально, жена спала. Хотел бы вам сказать, что все закончилось страстным примирением в постели. Но Олесе легла спать. Понятно. А Алеша, небось, полночи в компьютере присидел. Точно. Мобильная группа, а где сейчас Алексей? Олесе ушла на работу, и Алексей куда-то быстро засобирался. Он уже в машине. Давайте за ним, киньте нам точку. Блин, посмотрите на эти повороты, пожалуйста. Алексей куда-то быстро засобирался. Он уже в машине. Давайте за ним. Киньте нам точку, мы сейчас подъедем. Принято дело. Ребят, видим вас? Не можем продолжить наблюдение машины, какая дорога переградила. Девушка за рулем. Давайте пешком. Хорошо. Ай, черт, не получилось. Как же так? Мне кажется, я сейчас первый раз кого-то увидел из мобильной группы. Оп, нет смысла поднимать, потому что мы по всем окнам стрелять будем. Получается, остается ждать, пока он выйдет. Ну, получается, да, на самом деле, можно просто дождаться, пока он выйдет. Как можно так говорить на одном дыхании наверх все время, я не понимаю. Ребят, давайте-ка я у Олеси аккуратно узнаю. Может быть, у них какие-то родственники здесь живут. Хотя, конечно, бывают и такие ранние утренние визиты к любовницам. Ну да, сколько у нас таких случаев уже было. Алло, Олеся, доброе утро. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а у вас случайно не... Не, ну тут сейчас кто-то должен жить. Она такая, а, да, там Степка, его друг. Кто из знакомых или родственников не живет по адресу Кулакова 15? Да, а что такое? А, да нет, просто мы следим за Алексеем, и он как раз приехал сюда. Тут живет его друг Миша, он детский тренер. Бля, если бы сейчас сказали Степка, я бы снял наушники и, бля, просто пошел бы с крыши спрыгнул. По баскетболу Лешу кормят его кота, когда тут на сборке. Я вас поняла. Ну что ж, замечательно. Тогда все понятно. Хорошо, Олеся, спасибо вам. Хорошего дня. До свидания. До свидания. Ну, значит, смотрите. Здесь живет его близкий друг Миша, который детский тренер по баскетболу и постоянно мотается по сборам. А наш Алексей приезжает кормить его кота. Так получается, шерсть в машине Алексея могла быть от этого кота? Да. Да, блин, молодцы. Логическая цепочка, сработала. Невероятно, если он его куда-нибудь возил. К ветеринару, например. Тогда, получается, он должен скоро выйти. А вот и Алексей. Так, прошло три часа. Неплохо. Вообще-то кота покормить минут 10. Я не понимаю, что он ему там блюдо от шеф-повара готовит. Ты предполагаешь? Да, там, ебать, у кота, знаете, типа 16 подач разных блюд было. Предполагаешь, что ему мог там кто-то помогать готовить блюдо от шеф-повара? А может быть, он зоофил? Это Алексей утром точно никому не звонил? Нет, но переписывался с кем-то. С кошкой. Давайте за ним... Бля, ребят, ладно, мне надо окно открыть, потому что я чувствую, что я переюморил уже немного и уже потеет уши. И мы попозже подъедем. Да, принято. Ну, получается, кот поел, а мы нет. Поехали тоже победы. Ой, я поддерживаю. Петр, блин, умеет нахрен, а? Алексей дома и на супружеском фронте без перемен. Интересно, он правда работает или просто делает вид, чтобы не общаться с женой? Как дела? Че делал сегодня? Нормально. У богатого был. Кота крабил? Да не, он два дня назад приехал. Просто общинались. Кстати, тебе привет передавал. Ну, спасибо. Ну, не вреди. Бля, какие просто омертвленные диалоги, ужас. Да, привет. Не трогай. У богатого был. Да, общались те, кстати. Привет передавали. Давай, я работаю, занят. Мне уже массаж что-нибудь делали. Врет жене, это уже хорошо. Ну, вот все ли он рассказывает? Ведь сама понимаешь, в квартире холостого друга может происходить все что угодно. Вот пожениться Мишкина. А то преднешание скоро совсем удичает. Ну, я думаю, жениться ради этого не стоит. Ну, да, я понимаю. Просто почему-то ты все время его кота кормишь. Я уж скоро начну ревновать. Коту. Да, нам бы камеру туда поставить. Все-таки другу он расскажет больше, чем жене. Давайте-ка я позвоню Олесе. Спросим ее? Давай. Почему бы и нет? Алло, Олеся. Здравствуйте. Это Татьяна. Да, добрый вечер. Олесь, вы могли бы спуститься сейчас ненадолго? У нас есть к вам один вопрос. Мы возле вашего подъезда. Да, могу. Олесь спускается. Я в магазин. Тебе нужно что-нибудь? Нет. Ну, нам надо... Мне всегда нравились эти диалоги. Типа кто-то звонит. Да, могу. Телефон сбрасывается. Я в магазин. Как будто она, блядь, доставщиком работает. Какой-то план придумать. А что если... Опять бросаете меня на абразуру. Согласен. Опять бросает ее на абразуру. Но вот если бы к этому плану, уже хорошему, в этот раз реально хороший, добавить... Ну, согласитесь. Ну, вот просто согласитесь и не спорьте, ребят. Плюсуйте в чат, если согласны. Блин, это было бы умора. Ну, что я тебе скажу? Вот кто-то ролики разного рода монтирует, а кто-то... Да ладно, ладно, ладно. Здравствуйте, Олесь. Проходите. Проходите. Олесь, Олесь сегодня много времени провел со своим другом Мишей. Я так понимаю, они довольно близкие друзья. Да нет, друзья со школы. А что такое? Ну, дело в том, что он был там почти три часа. А, точно, ну, я считаю, что он там мог с кем-то встречаться. Навряд ли, но рассказывать другу он может о чем угодно. Я поясню, к чему ведет Ирина. Нам бы туда камеры как-то поставить. Камеры... Олесь, не переживайте, мы уже все придумали. Да. Вы же говорили, что... Какая просто шедевральная игра. Олесь, не переживайте, мы уже все придумали. Переглядочка такая. Детский тренер по баскетболу, верно? Вы можете представить меня своей подругой или коллегой. Ну, то есть мы вместе с вами пойдем к Михаилу. Скажем, что у меня есть ребенок, которого надо устроить в баскетбольную секцию. Ну, и что, живу я где-то рядом с Михаилом. Ну, и пока вы будете его отвлекать, я попробую поставить пару камер у него в квартире. Как вы думаете, получится у нас? Ну, думаю, да, почему нет? У нас с Мишей хорошие отношения, надеюсь, и не откажет. Давайте я Олюшу узнаю, можно встретиться у него дома. Миша как раз сейчас в Москве. У нас есть к вам еще одно дело. Пока дети не дома, вы бы как-то проявили инициативу в плане секса? Пока камеры там, я не смогу. Ну, вы видели вчера, я пробовала, и вы видели, к чему это привело. Ну, и вообще, мне кажется, что как-то инициатива должна от мужчины сходить. Кто вам это сказал? Мне договорила мама, что мужчинам интересно добиваться. Ну, понятно, проблема ее с детства. Хотите быть похожи на маму? Не получится так. Олесь. Не получится. Что у меня с речей сегодня? Мама, конечно, в чем-то права. И мужчина действительно завоеватель. То, что она вам говорила, это несколько устаревшие понятия. Поверьте мне, мужчинам тоже очень важно видеть, что они желанны, а значит, любимы. И инициатива, исходящая от любимой женщины, никогда не оттолкнет мужчину. Ну, поверьте мне, Петь. Все правда так и есть. Слушайте, ну я... Да, согласен. Я понимаю, что, да, возможно, это не очень современно, но Лешу всегда привлекала моя сдержанность. Я сброшу вам. Ну, в определенный момент Лешу заебала твоя сдержанность. Такое же тоже бывает. И нужно как-то, возможно, попробовать подстроиться и придумать какие-то новые методы. Несколько книг и несколько семинаров. Постарайтесь изучить вопрос. Хорошо, обещаю подумать. Постарайтесь, да, поговорить с Алексеем, договориться с Мишей, и мы пойдем с вами в гости. Хорошо. Ну что ж, Олесь, желаем вам прекрасного вечера. Ссылки я пришлю. Удачи. Мне кажется, что Олесь не понимает всего масштаба своей трагедии. Я вообще удивляюсь, как они 11 лет прожили вместе. Просто, видимо, когда-то была... Просто как 90% России на автомате. Или не Россия, а что это такое Россия? Наверное, мира. Сильная любовь, вот она и спасала. Ты же вроде знаешь Майкла Джордана. Может, сведем их? Ну, отлично. Олеся сама обо всем договорится. Так что, Ирина, готовься к встрече с завидным холостяком. Ой, что-то я уже волнуюсь. А, ну это же для друга. Ладно. Классный вопрос. Типа, есть знакомая, которая хочет отправить сына на баскетбол? А она симпатичная? Класс. Это хорошо. Может, вы тоже с ней познакомитесь? Ну, познакомь. Олесь, мужа решила поддеть. Наверное, она надеялась на более яркую реакцию. Может, лучше ты мне пойдешь в массаж делаешь, а потом я тебе, как раньше. Молодец, переборола себя. Олесь, ну... Пока детей нет, надо пользоваться. Давай не сегодня. Мне поработать нужно. Скорее просили сдать. Ладно, я все поняла. Зря только столько денег на эти курсы выкинула. Олесь, ну не начинай, а? Ага. Леша вообще не обращает внимания на жену. Это еще такая смешная отмазка, особенно, когда она каждодневная. Как будто бы, знаете, пиздец, чтобы вот заняться сексом, нужно просто потратить такое количество энергии, что потом сесть за ролик и смонтировать что-то. Но это уже просто unbelievable. То есть это, ну, практически невозможно. Вот, полностью его понимаю, это жестко, да. Секс — это минус три дня работы сразу же. Сидит, уткнулся в свой экран, даже голову не поднимет. Мне нравится, что она всегда просто сидит за столом на кухне просто вот так. Ну, что вы на него накинулись? Ну, а если там действительно что-то важное? Петь, вот не надо только, пожалуйста, про работу. Для любимой женщины всегда время можно найти. А здесь, очевидно, у них кризис в отношениях. Да, согласна с тобой, Таня. Или действительно у него все-таки кто-то есть. Не обязательно, это его бывшая Даша. Хотя о ней пока тоже нельзя забывать. Да, но пока он себя никак не выдал, я думаю, что на сегодня можно заканчивать наблюдение. А завтра продолжим. Ребят, объект на вас, мы уехали. Как все-таки хорошо, что вам удалось договориться с Мишей. Знаете, он такой балаболый, я хочу вас сразу предупредить, что... Зафиксировали, да, третий день. Время повторять не буду, вы уже должны сами научиться. У него-то вечные шуточки, и, возможно, он будет к вам приставать, поэтому вы натригируете спокойно, просто он вот в таком вот вечном поиске. Всегда. Ну, понятно, к этому мне не привыкать. Только надо будет нам с вами как-то сработать так, чтобы вы смогли его отвлечь, и мне удалось поставить камеру. Да, хорошо. Да, ничего, получится. Все, камера уже будет стоять, не переживайте. Олесь, мы вчера наблюдали за вашим общением с мужем, и я так понимаю, что у Алексея накопились какие-то скрытые обиды на вас. Ведь нормально он не разговаривает, от близости отказывается, а вы сами говорили, что раньше все было в порядке. Ну, он раньше обижался, ну, все из-за секса. Олесь, я как раз об этом говорю. Нужно учиться как-то договариваться, подстраиваться друг под друга. Когда обиды... Она такая, нет, нет, мама говорила не подстраиваться, мама говорила не подстраиваться, мама говорила не подстраиваться, нет, 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 пусть он проявляет инициативу. Накапливается уже ни у кого из супругов, не остается желание делать первый шаг. Да. Ну что, наш выход? Вы готовы? Да. Да! Петя, камеру. Привет. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Боже мой, я реально... Мне нравится, что собеседование мамы для того, чтобы сын попал в баскетбольную команду, происходит дома у мужика. Вот это реально круто. Во, всем таких собеседований. Я уже думал, что вы не... Нейтральная сторона. Это надо. Приходите ко мне домой, там уже решим, куда определить вашего сыночка. Придете. Какие вы красивые. Сколько мы с тобой не виделись. Да. Дай обниму тебя. Привет. Ты все хорошо видишь. Кстати, предлагаю чуть-чуть побольше обтянуть футболочку и штанишки, чтобы еще было немного видно пенсл. Ну, понимаете, да? Парень накачанный, сосочки стоят. Захотел бы я чего-то, если бы был девушкой? Да не спрашивайте. Захотел бы явно. Ну, вот мне немного не хватает. Слишком широкие штаны. Чуть-чуть поужу. Прям попочку бы взял. Красиво. Это футболочка желтая. Она ему прям выдает. Ручки загорелые. Такой контраст. Представь мне, пожалуйста, свои. Это ужасно. Как можно так одеваться? Просто какой-то балбес, блядь. Очень красивые подруги. Ирина. Михаил. Все с ним ясно. Знаем мы таких. Ни одной юбки не пропустят. Ирочка, а вы посмотрите, я задам вопрос. Вы не замужем? Ну, нет. Знаете, это роковое совпадение, потому что я тоже не женат. Да что вы. Не верь ни единому его слову. У него знаешь, какое количество разводов было? Ну, Олесь, ну зачем ты портишь сразу же мое реноме? По-моему, он уж слишком навязчивый. Не успели войти, а он уже с порога так откровенно подкаплив. Просто антисамец. Просто вот это те самые пацаны в клубах. Вот это вот. Привет, Мала. Давно тут сидишь? Я просто тоже в разводе. Живу тут неподалеку. Блядь, как дал бы нахуй, сука, по голове. Бам, блядь. А может у него тактика работа такая? Ира, в конце концов, его потенциальный клиент. Давайте я вам... Отличная тактика. Хотел бы я отправлять сына к такому чучело? Нет. Сделаю предложение. Мы сегодня поужинаем и как раз все это... Юб твою мать, какой кошмар. Бедные женщины и девушки. Это обсудим. Это так неожиданно, а вы всех родителей своих потенциальных учеников приглашите? Мне кажется, самое крутое для родителя, это прийти, отдать на секцию своего ребенка, независимо от того, какой спорт. Но важно, чтобы там был тренер, которому на вас вообще абсолютно по... Желательно, чтобы это был какой-нибудь наглый дед, который думает только о том спорте, на который вы пришли. Вот это было бы прям идеально. Я, наверное, не рассказывал историю. Я занимался рукопашным боем в Ухте. У нас был тренер. Не помню, фамилия такая у него была. Богомол. Царство его небесное. Мне сказали, что он умер там в 45, по-моему. Не знаю из-за чего. Вот. Такой прям гром-мужик. И у нас было такое покрытие деревянное просто. И надо было очень часто отжиматься на кулаках и прыгать. И у нас весь этот паркет, вот это дерево, было все в крови все время. Вот. Оно было не покрыто лаком, поэтому кровь впитывалась мгновенно. И, короче, я помню, как мы там вот что-то в очередной раз тренировку заканчивали отжиманиями и стойки в планке. То есть стойка, потом резкие отжимания и прыжки вот так на кулаках. И, ну, у нас там человек условно там 15-20. И знаете, как секции, когда еще дети такие там лет 12, 10, 11, 13, родители приходят и ждут их после тренировки. Вот так вот просто в проходе стали и стоят. И я вот как сейчас, клянусь, прям у меня прям отпечаталось. Парень отжимается, отжимается, в какой-то момент встает на колени такой. Блин, забыл имя отчество, ну, условно там, не знаю. Андрей Петрович, у меня живот болит. А там вот, представьте, родители, гробовая тишина, мы все вот так вот стоим, трясемся, потому что тяжело. Он поворачивается и прям при родителях вот так. Значит, пропердись. Этот просто встал обратно, тишина от родителей, и он отжимается дальше. Я такой. Короче, вот я к тому, что вот такие тренеры, это, наверное, жестко. Но мне кажется, это и есть круто, чем вот такой вот чушпан обтягивающий стоит. Он, что, ну, а уже, может, сегодня дай вашего сынишку. Пошел нахуй. Только очень красиво. Вы меня засмущали. Девушки, вы посидите, я пойду. Окошко закрою, то мой котик опять убежит. Да, конечно, конечно. Сейчас, разносим конточку. Ира, отлично, картинка на кухне есть. И я в вашем полном распоряжении. Так вот, я, что я говорила, значит, сыну моему семь. Он такой у меня спортивный, он просто с детства не расстается с мячом. Да и, кстати, по росту он опережает своих сверстников. Так что я думаю, что у него все получится. Это прекрасно. Давайте я вам завтра позвоню и скажу, куда подъехать. Миш, слушай, а где твой кот Шаня? Я просто обожаю кошки Маславс. Можно я посмотрю вашего котика? Да, я рассказываю. Если только вы его найдете. А он что-то прячется? Он ужасно боится красивых девушек. Так, ну ладно, я пойду поищу. Удачи. Ир, коридор есть? Ир, я предлагаю еще камер 40 поставить в разных углах. Просто чтобы были. Сверху, внизу, сверху, внизу, по центру и в шкафах. Спальню тоже видим. Все, оказалось, ты же проще, чем мы ожидали. Тут и не поспоришь. Согласен с тобой, как обычно. Ну что, двигаемся дальше? Погнали. Жалко, что кота не видели. Так бы понятно стало, чей это шерсть в машине была. Действительно, он так запрятался, что я не смогла его найти. Он как призрак. Это просто чай с нами. Мне кажется, там кота вообще и нет. На самом деле, мне очень надо уже бежать. Это порно-притон. Завтра обязательно вам позвоню. Придом? Ну пойдем. Да, проводите нас. Ага, не выходит. Пойдем к ним? Пойдем. Аккуратнее. Девчонки, ну, настоящие шпионки, что сказать. Работают профессионалы. Операция Шаня прошла успешно. А я вам хочу сказать, что этот тренер тот еще джон. Ну просто не буатыр, и голова закружилась сразу же. Мы его понимаем. На самом деле. Кстати, вот так вот выходить около подъезда со съемочной группой стоять, это ни в коем случае не подозрительно. Он точно не выйдет, он точно не выглянет из окна. Все норм, не парьтесь. Он отличный друг, по первому зову всегда поможет. Я тогда побегу, потому что отпросила с работы. Конечно, мы будем держать вас в курсе. Да, хорошо, ладно. До свидания. До свидания. Счастливо. Ирина, а что ж ты от ужина-то отказалась? Ой, Таня, не говори, прям так жалею. Хоть возвращайся. Только не плачь. Буду держаться. Я не стала, честно говоря, про Олесю говорить, но мне кажется, когда в друзьях такой пораженный бабник, это должно напрягать. По крайней мере, мне бы это не нравилось. Поехали-ка к Тому. Петь, прием. Алексей зашел в магазин и вышел оттуда с девушкой. Да, если я додумал, там у них есть разговор, кидаем видео. Так, давайте, сбрасывайте. Ну что, ты теперь на удаленке все время? Сразу такой криповый диалог, блин. Да, работаю. Ну что, ты теперь на удаленке все время? Да, слушай, часто сижу, монтирую. Есть, это хорошо. А вот и та самая Даша. Интересно, они случайно встретились или договаривались? Да, она шла мимо машину, он такой, садись. Ну, если идти тяжело, она такая, да, давай. И сразу же вот начинается с того, что типа, ты на удаленке сейчас? Ага. Терялись и переживают на ее счет. А как дети не мешают? Нет, они до вечера в школе, потом кружки. Олеся на работе. Смотри. Треугольники, овалы. У детей там навалом всего. Видите, как она аккуратно выведала про детей, про его расписание. Ну ты же сделаешь ролик для мамы, как они договорились? Ну конечно, там работа на полдня. Ты уже думала искать кого-то другого. Да ладно, как. Хорош. Ой, спасибо тебе большое. Это как-то благодарна. Слушай, ну, да ладно тебе. Ребят, нормально. Она его сейчас в группу целовала. Ну, надо отдать должное. Смотри, он не сильно ведется. А может быть, ко мне поднимемся, чайку попьем? У меня как раз мама в санаторий уехала. Там нам никто не помешает. Она откровенно его соблазняет. Она же сказала чайку. Она же не сказала, пойдем наверх, сексом займемся. Она сказала, чайку попьем. В чем соблазнение? Ну, давай как-нибудь в другой раз. Просто правда, работы полно. Не убежит никуда твоя работа. Ты что, ты к вырубке стал? Твоя такая? Тебя затюкала, да? Раньше таким не был. Нет, не затюкала. А зато ты осталась такой же. Вот так она еще и по лесу прошлась. Вообще настырная барышня. Вот она к нему пристает, Леша ее отшивает. А она как будто бы этого не замечает просто. Гордость-то какая-то женская должна быть. Леша, ну правда, пойдем. Я же вижу, глаза не горят. А я знаю, как тебе... Бля, ей просто уже надо залететь в последний вагон. Все. Ты помочь, а ты поможешь. Найди себе каких-нибудь других помощников. Правда, я один раз оступился, и второй раз надежья грабли наступать не хочу. Хорошо, хотя бы, что он не согласился. Ну, как знаешь, дело свое. Я тогда фоточки скину. Да, хорошо, конечно, сделай. Так, пока. Часто. Господи, боже мой. Ладно. Я же вам говорил, у него нет никого. У него просто на работе завал. Вчера по этой же причине он от массажа отказался. Бля, это ужас какой-то. Прием, Леша отъехал от дома. Да, кидайте точку, мы сейчас подъедем. Петя, прием. Пока уж на этаже были, Леша ушел из дома и приехал к какому-то ресторану. Пока сидит на машине ловить. Там тоже в ресторане котов покормить. Картинка. Да, спасибо. Ребята, ну мне кажется, он явно кого-то ждет. Ира, это не твой утренний ухажер-то с двумя красивыми девушками, а? Точно, это же Михаил. И мне кажется, он такой уже навеселее. Иди сюда. Лен, а ты что не зашел-то? Еще посидели. А я уже хочу прилечь. Блин, я бы тоже с ней прилег. Просто фантастические девушки. Вот смотрите, особенно вот это вот. Это же так круто иметь возможность мутить вот с такими. У меня прям мечта уже вот быть взрослым, и чтобы вот такие вот со мной выходили. Чтобы я жил где-нибудь. в Москве. И вот средь бела дня, вот. Посмотрите, а сзади какая красота. Посмотрите на видео. Это легко устроить. Светик, сейчас приедем, я себя так разложу. А Леха, Оксаночке, сказку расскажут на ночь. Я сказки люблю. Еба. Но со счастливым концом. А ты не переживай. У Лехи все истории с таким концом. Веселая команда. С таким концом. Компания, ничего не скажешь. Ну, Миша, по-моему, вообще все по барабану. Утром он встречался с женой друга, а вечером этому же другу другую девушку подсовывает. Класс. Что-то Леша не особо разговорчивый. Леха, ты что молчишь? Да, у Лехи много работы, монтировать еще до хера всего. Или я тебе не нравлюсь? Или ты не мой? Не твой, но пока. Он прям травит сзади сидит. Ладно, я понимаю, почему девчонки ведутся. Леха, заводи, командир. Поехали. А вам не кажется, что... А вам не кажется, что Леха там сидит на окладе просто. Личным водителем у этого быдлана-пьяного. Это лицо мы где-то уже видели. По-моему, на том видео. Где Оргия? Да-да-да. Оксана, что ли, ее зовут? Ого. Удивительно, что ты запомнил ее лицо. Я все запомнил. Возможно, Петр уже где-то это и на других ресурсах смотрел. Ну, мало ли. Вижу его машину, мы его догнали. Ребят, мы за вами. Приедем теперь. Если они сейчас все вчетвером поднимутся, мне кажется, тут без вариантов. Ну, вообще, надо думать. Это Оксана так клеилась к Леше всю дорогу. Не выходит, давайте послушаем. Вы поднимайтесь, а мы с Лехой потушим здесь немножко, ладно? Видите? Только недолго тут. Конечно. Конечно. Ну, говорите лучше дома. Это нам скучно будет. Леша, я тебя... А, очень интересно было бы послушать, что у них там за секреты такие. Ого, я даже не ожидала, что у Леши быть такая реакция. Кажется, ему не очень интересно в компании этих двух девиц. Ну, что ты начинаешь? Ты не понимаешь, как тебе объяснить? Мне это нафиг не нужно. Ты подожди, ты сам мне сказал. У тебя не за*** полгода. Я что, это значит, надо как-нибудь улог подкидывать? А что нет? Тебе делать-то ничего не надо. Я уже обо всем... Я тебе уже намекал. Мне пацаны нужны! Договорился? Отдохнем на четверых. Судя по всему, Леша очень многим делится с другом. Ну, для этого есть друзья. Они на все согласны. Ты, кстати, камеру взял? Ну, б***ь, камеру я вчера у тебя оставил. Я зарядник у тебя оставил, понимаешь? И флешка, и все там в коробке. У тебя в спальню. Вот ты, как уходишь, ты ни*** не помнишь мешать. Я тебя умоляю, ты только не п***ь эту технику. Блин, что дорогая. Ну, теперь понятно, на чью камеру было снято то видео. Вот только остается вопрос, кто снимал. Слушай, ну, может, поднимешься? Последний раз. Нет, нет, 25. Ты меня не слышишь как будто постоянно, да? Оксану просто жалко. Девчонка, она хорошая. Да и от*** бы тебя как следует. Нет, ну, вы посмотрите на его настойчивость, а? Ничего не жалко для друга. Думаю, что после такого Олеся перестанет общаться. Такого для друга и не пожалеешь. Там просто ни для кого это не пожалеешь. Можно бомжу эту Оксану отдать. А еще я на ее бы месте запретила и Леша с ним. Еще ладно, Оксана выглядит всем видно как-то, когда она еще и рот открыла. Общаться. Да когда бухой, я вот твои вредни, вот, устаю от них. У меня ж мешает. Все, мне пора, давай, ладно, все, пока, короче. Брат, все, брат, все, брат, прости, все, я не буду. Ты же брат, мне просто тебе добра желаю, ты пойми. Все, 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 давай, давай, вперед, вперед, вперед. Нам мне сейчас на дачах, нам два часа собираться, потом два часа еще в пробках, блядь, тащиться. Все, давай, Миша, не без меня, пока, вам хорошего вечера. Лесе привет. Отлично. И подружки ее тоже. И, кстати, пусть они приезжают. Но только не сегодня, сегодня мы кино снимаем. Хорошо. Кто снимать-то будет? Вот ты меня сегодня подставил. Без меня справитесь, пока. Все-таки то видео снимал Алексей. Да, но только снимал, и это главное. А я думаю, мы должны дать Олесе послушать этот разговор. Давай мне сегодня дадим им спокойно провести выходные. Согласна. Ребят, Леша с женой на дачу собирается. Давайте за ними, если что, сообщите. Не скрою, Леша меня приятно удивил. Может, поедем куда-нибудь поужинаем, отметим это дело? Пожалуй, сегодня я вас угощаю. О-о-о. О-о-о. Мы разыграли-то сценку, еперный дяды. Ребята, вы куда, блин? Что ж мы сидим-то? Заводите, Петр. Хочу. Ребят, ну что будем делать дальше? Алексей от сомнительных посиделок с Мишей отказался. На дачу поехал с женой. Мне кажется, нам пора сворачиваться. 20-12. На карандаш. Согласна с тобой, он чист. Несмотря на то, что у них серьезные проблемы в постели. Ребята, сама Леся звонит. Алло, да, Лесь. Здравствуйте. А вы уже на даче? Ах, вот как. Олеся, вы, пожалуйста, не переживайте. В его машине мы установили GPS-трекер, и мы за ним обязательно проследим. Мы будем держать вас в курсе. Пожалуйста, не переживайте, отдыхайте. Да. А, отдыхать, не переживать. До свидания. Олеся с Алексеем по дороге поругались. Он довез до дачи и вернулся обратно в город. Ребята, сказал, что ему срочно нужно поработать. Вот тебе и пример для семи. Может быть, мы... А, у меня, кстати, крыша едет. Я не помню, вам сказал или нет. Я из этой квартиры переезжаю в другую. Я уже снял. Но это говорил в Телеграме. Чтобы не пропускать такие новости, подписывайтесь на Телеграм. Посылки в описании. Вы торопились? Так, я вижу, он подъезжает к Москве. Давайте поедем за ним. Ну, ежели он все-таки решил помочь своему другу? Раньше мы тут не были. Может, у него тут еще какой-то друг живет? Угу. А вот и друг подоспел. А, все, ладно. Хотел докопаться, но нет смысла объяснять, до чего. Все нормально. Неужели у него все-таки кто-то есть? Вот тебе примерно семейный жену отвез на дачу, и сам прямиком какой-то мадам. Класс. Небось, и Соро сам спровоцировал, чтобы повод был улизнуть с дачи. Привет. Улизнуть. Первашка. Привет. Ну что, как ты у Катей оклемался? Мне кажется, что что-то с ним не так. Он прям мяучит, так бедненький. Может быть, ты свозишь меня еще раз в клинику ветеринарную? Они про кошку разговаривают. То есть, его машина вполне могла бы шерсть от ее кошки. Конечно, Соро. Ну, о чем выручаешь? Да ладно. Но я знаю, как тебя благодарить. Знаю, как тебя отблагодарить. Мне кажется, здесь все очевидно. Она же явная, не пару шоколадок имела в виду. Неужели он ее... С чего ты взяла, что не пару шоколадок? Мало ли, Алексей, за это тоже готов поработать. Везет к себе домой. Поехали за ним. Так, к Мише приехали. Обалдеть. То есть, двух барышей мне достаточно. Он решил привезти третью. Я не удивлюсь, если они сейчас все в пятерон там будут зажигать. Просто привел еще одного клиента для производства контента. Это же тоже работа. Она запрещена на территории Российской Федерации. Я ее, естественно, осуждаю. Но вот такими делами ребята занимаются. Поэтому он всего лишь поставил девушку для друга. Привет. Здорово. Соскучился? Еще и как. Если честно, я пока вообще ничего. А как отблагодарить? 300 долларов она ему дает наличными. Я не понимаю, что там происходит. Лех, пойдем пошушукаемся. Ленчик, ты же не против? Да, идите мальчики. Я как раз Жаню по ним пощу. Хорошо. Между Мишей и Леной точно что-то есть. Как только у Миши на всех сил хватает. Ну, прикинь, то, что здесь было, Оксанка все снимала. Ну, и, короче, завелась не на шутку. И решила присоединиться к нам. Светка психанула и уехала. И самая бедная Оксанка за ним. Там такое было. Короче, посмотришь... Как же это все умерзительно, ребят? Хорошо, что у нас там камеры есть. Такое даже в фильмах для взрослых не всегда увидишь. Подожди, а мы же с Леном на дачу ехали. Ну, да, важны. Когда вы п***ь, как обычно. А что? Ладно, забери. Ой, девочка. Я уже соскучилась. Да и мы успели. Леонша, пойдем. За руку платежом, Крэнси. Ого, ребята. Вот это я всегда за. Ну, что тут сказать. К сожалению, все ясно. Это просто притом какой-то. Конвейер, как на заводе. А все потому, что дома проблемы в интимном плане. Да, тут ты прав, Петь. Но, на мой взгляд, это все равно его не оправдывает. Бля, нет. Это грязище какая-то вонючая, обосранная, обосранная. Это просто чистота ада. В этой вот хрущевке. Бля, бритон. Это вот прям, знаете, концентрация всего дерьма, которое возможно, оно вот именно в этой хате. Фу. У меня брезгливо было, блядь, ногой туда вступать. Ну, все понятно. Сейчас еще и Миша потянется, так сказать, половой гигант. Половой гигант. Ручки так можно? Ага. Ага. Ребят, подождите. Она что, просто делает ему массаж? Да ладно. У тебя золотые ручки. Прямо влаженство. В это трудно поверить, но это правда просто массаж. Ну, что ты хочешь? Я 12 лет этим занимаюсь. Да нет, нет. Ну, какой просто массаж? Ого. Знаешь, сколько тебе как-то обучила? Помните, Олеся рассказывала нам, что она дарила Алексею курс обучающего массажа. Да, только Олеся не догадалась до того, что может быть эротический массаж, где 40 минут массаж тела и 20 минут дрочки. Получается, что этой Леной и преподавала эти курсы. Я бы никогда не подумал, что она инструктор по массажу. Знала, Олеся, какой она подарок сделала мужу. Особенно себе. А я смотрю, у вас тут весело. О, Миш. Я пришел. Один. Скучаю. Замутите, спокойствие. Не мешай, у нас тут процесс обучения. Богатов, ну реально, ну не ломай кайф. Ну иди, посиди еще чуть-чуть на кухне. Михаил, конечно, еще тот кадр. Вот когда вот так мы делаем, локоть высоко не поднимай, потому что будет неприятно. А вот под лопатку можешь заходить уже более смело. Ага. Ну что, попробуешь? Давай, давай. Давай. Но с другой стороны, измены-то нет. Ну, фактологически, да. Ну вот ты поставь себя на место Олеси. Было бы тебе приятно, если бы твоей жене какой-то голый мужик, извини, попу разминал. Как каверзный вопрос. Ну, начнем с того, что он не голый. Я поражаюсь твоей стойкости. Ну, мы что? Бля, Петя. Или это я у тебя желание не вызываю? Лея, ну ты что? Ты очень эффектная, красивая девушка. Ну, просто у меня есть свои принципы. Если бы они твои принципы, я бы тебя уже давно сама в постели затащила. Знаешь, как меня заводят, что ты никогда жене не изменил? Ну что, вот прям никогда-никогда? Блин, я массаж делал только тебе. И все, и больше никому. Повезло и сможем. Я, честно, даже не знаю, что сказать. У нас такая ситуация впервые. Он вроде бы и не изменяет жене, но вот эти массажи какие-то непонятные. Я просто в жизни есть один косяк такой, понимаешь, в прошлом. Я изменил. Потом она мне изменила. И вот из-за таких каких-то косяков все вот развалилось. Ну и я просто не хочу, чтобы с Олесей то же самое было. А, это было когда-то тогда, я думал, с Олесей. Думаю, не херах себе, Олеся там изменяла еще. Ребят, ну может, хватит уже? Устроили здесь массажный кабинет. Леночка, а ты знаешь что? А ты бери с него деньги. А то я смотрю, он хорошо пристроился. За обучение. Ладно, мальчик, я здесь. Видимо, таким образом он восполняет отсутствие близости дома. Вообще нужно иметь железную волю, чтобы в такой откровенной обстановке отказаться от весьма конкретных соблазнов. Уважаю его. Ладно, мешаем, поедем. Реально все просто. Ну давай. Хорошо, что ты Захарова привез. Но Ленка, она действительно огонь. Я, ты знаешь, даже думаю, может, жениться на ней. Че ты ржешь? Ты ей такой нужен? Лен, пока! Как это, Олесе, это все показывать, рассказывать? Думаю, что мы должны все ей рассказать. И решение принимать ей, как и что с этим делать. Да, действительно, не будем терять время. По дороге ей наберу. Да, но учитывая, что это все в одежде. Бля, да это просто, ну, я не знаю, будет сто тысяч человек обсуждать эту проблему, и у всех будут разные мнения. Потому что, с одной стороны, это точно какая-то грязная хрень. С другой стороны, ничего не было. Никаких там влечений сексуальных. Ну, массаж, массаж. Вот, не знаю. Ужас, сложно. Я думаю, что Олесе догадалась, зачем мы к ней приехали. Ну, тут основное, что он же ничего и не говорит, поэтому в любом случае уже он не прав будет больше намного, чем она. Поехали. Хватит вам нагнетать. В этом случае не самый плохой исход. Согласна. О, вот и Олеса. Ну, выкладывайте, вы, наверное, не просто так приехали в такую удаль, да? Скажи, я вам, что все не так плохо, как может показаться на первый взгляд. В смысле? Ну, все-таки мне изменяет. Олесь, успокойтесь, пожалуйста. Алексей вам не изменял ни разу за все года вашей совместной жизни. Но он делает массаж одной Мишиной подруги. Какой массаж эротический? Нет, Олесь, это не эротический. Да, это даже не эротический массаж, вот в чем проблема. Массаж, мы так поняли, что эта женщина инструктор с тех самых курсов, которые вы подарили. Давайте я вам включу видео, если вы, конечно, готовы на это посмотреть. Давайте. Знаешь, как меня зовут? Что ты никогда жене не изменил? Ну что, вот прям никогда-никогда? Блин, я массаж делал только тебе и все, и больше никому. Это она инструктора, да? Да, ее зовут Лена Захарова. Захарова. Да? Однокурсница моя. Я помню эту фамилию. Вот когда вот так мы делаем, локоть высоко не поднимай, потому что будет неприятно. И что, я сейчас должна быть счастлива от того, что вот он там лапает голых баб, но не изменял мне? Мы так понимаем, что Алексей таким образом компенсирует то, чего недополучается в сексуальной жизни дома. Ну а как мне быть уверенной, что вот у них все вот этим закончилось, что у них не было секса до или после этого? Во-первых, мы за Алексеем следили и всегда знали, чем он занимается. И во-вторых, он все рассказывает Мише. Мы уверены, он бы лучшему другу рассказал все. Боже мой, про Мишу даже слушать уже больше не могу. Я, конечно, знала у бабника, чтобы так устраивать у себя какие-то вообще запредельные там посиделки. Тут вы правы, с Мишей стоит быть поосторожнее. Миша это вообще просто, блядь, грязь. Кстати, то видео, которое монтировал Алексей, оно как раз снималось в Мишиной квартире. И снимал его Леша. А этого мы не можем сказать, но... Олеся, если вы хотите проучить своего мужа, мы можем вам помочь. Но только в том случае, если после всего вы пойдете работать с психологом, сексологом, чьи контакты я вам пришлю. Поверьте, это поможет. Опа, вот и реферальные ссылочки уже подъехали. Чью ссылочку я вам пришлю. Чей контакт, точнее. Это, наверное, третий выпуск без измен. И то, я уверен, что мало кто согласится, что это не измена, но это не измена. Пока с Алексеем не видится, ну, чтобы он ни о чем-то не догадался, чтобы вам не поругаться, не сорваться. Мы пока продолжим наблюдение, придумаем план и сразу с вами свяжемся. Хорошо, тогда будем на связи. Я пойду. Спасибо. У нас все готово. Все готовы. Только... О-о-о-о, красивый парень. Ждем Алексея. Кстати, у вас там маннуло телефон. Это не Алексей случайно? Я сейчас гляну. Что все пишет, что он будет через 15 минут. Отлично. Ребят, мобильная группа, Алексей через 15 минут будет. Сообщите сразу, как подъедет. Принято. Мы прячемся, а вы располагаетесь. Слушайте, я, наверное, понимаю, что это будет за наказание, раз она в халате, а рядом стоит достаточно уверенный мужчина с мускулатурными. Да? Да. Вот. Короче, будет делать массаж. Отлично, мы начинаем. Отлично. Да. Олесь? Да. Ой. Лёша. Чё такое, а? Чё ты охрана? Я тебя, б***ь, спрашиваю, чё такое-то, а? Как что? Слушай, это массаж. А ты на что он похож еще? А ты что думал? Слушай, мы просто не ожидали, что ты охрана придешь. Думаю, это закончится, а то мы приезда. Олибрет, не бежай, растачивай. Б***ь, это на самом деле очень круто. Ты просто очень б***ь. Ты чё, б***ь, что ли? Какой отберз? Вы чё тут на моей кровати-то делать, а? Мазак, б***ь, у тебя чё личико-то раскраснелось, а? Лапшонок. Давай, б***ь, отсюда, вали, понял? Ты бы с ним лучше так не разговаривал. Там, если он встанет, ты будешь ни много, ни мало ниже. Да не смогу тебя. Слушай, не мешай, а? Вали, дуря, отсюда, а? Да, вы б***ь, а? Да, купи, покури. Валей, я сказал отсюда. Убирайся, говорю. Да, успокойся. О, вот, кстати, вот я такие же друзья хочу купить, как у парня. Если есть ссылка, обязательно скиньте её в комментариях. Ладно, не надо, пожалуйста. Да он ещё и голый, а? Ты чё, б***ь? А чё? Гробка, падай, б***ь. Еб***ь. Успокойно. Всё нормально? Так, б***ь, чё такое? Вы кто такие? Мы сейчас вам объясним, кто мы такие. Мы реалити измены. Ваша жена Олеся обратилась к нам потому, что начала подозревать вас в неверности. Ты что думал? Что я ничего не узнаю? Что ты всё это время каким-то там голым тётком у Миши Богатого делаешь массаж на его квартире. Вообще непонятно, чем там занимать. Я думал, что это нормально? Ты про что ничего? Причем тут богатов-то, а? При том, что я знаю, что ты там порнуку снимаешь, а потом монтируешь ее. Это как? Это вообще мне что заводить должно, что там следочка какой-то ухвыркаешься. Я все это видела твои ***. Он тебя тоже тогда не изменит? Ты слушай, просто Массаж, а что тут такого? Ты что, из меня клоуна, что ли, решила сделать, а? Это что вот это такое за цирк-то? А что за камера-то, а? Че? Ну, раз ты все знаешь, отлично. Пусть все сейчас услышат это. Скрывать ничего не буду. А я вот 10 лет живу с женщиной, которая как монаш, ***. Мне вот так это достало. Видео видела? Хорошо. Смотри почаще. Чему-нибудь научишься. А то мы с тобой скоро будем жить, знаешь-ка, как твои родители. Да при чем твои родители? Вот как соседи. Да при чем тут мои родители? То есть, вместо того, чтобы поговорить с женой, вы решили снимать порнуху? Да ***, какую порнуху еще разочек? Понимаешь, ты мне не безразличная. А теперь, видимо, *** на меня и на мои желания. Это все неправда. Ты не пробовала со мной просто поговорить? Поговорить? Да мы с тобой... Поговорить? Мы сто раз говорили, бессмысленно. Ты не понимаешь. Вы что за мной следили, что ли? Что нарыли-то, а? Да, следили. Знаем все про вашу Лену, вот эту вот, Захарову. И про девчонок вашего друга Миши. ***, мне ***, что вы там знаете, ясно? И вот моя жизнь вас никак не касается. Давайте киношки собирайтесь, *** отсюда. Если куда-то видео-то выложите, я канал ваш закрою, и вас *** всех нагнуло. Как, а знаете, что не надо нам угрожать здесь? Я канал ваш закрою. Кто-то урал немал. Быстро вышли. Разговаривать нормально, только... Бля, круто отыгрывает. Как матом орете на женщин. Вот это я сам разберусь, ладно? А что у вас пока очень плохо выходит самому разбираться? За 10 лет так и не разобрались со своей проблемой. Не такого уж, кстати, мирового масштаба. Выход там, понятно. Совет вам просто. Выбирайте себе друзей с нормальными моральными принципами, а то так можно и жену потерять. Олесь, ну как вы? Ничего. Отхожу. Мы можем сейчас вас двоих оставить? Да, все в порядке. Все хорошо, точно. Да, я сейчас вернусь и поговорим с ним. Таня, вы говорили про контакты психологов. Все, он откинулся. Да. Могу бы скинуть их. Конечно, я все вам пришлю. И, Олесь, не затягивайте с этим. Поверьте мне, жизнь заиграет новыми красками и семейная, и сексуальная. Спасибо. Спасибо. Попробуйте туда сходить вместе с Алексеем. Я думаю, это будет в два раза лучше. Это точно. И, в принципе, с мужем попробуйте откровенно поговорить. Я думаю, что он только этого и ждет от вас. Он точно это оценит. Ну попробуем. Спасибо, вы нам очень помогли. Счастья вам. Спасибо. Я уверена, они померятся. Для семейного счастья, исключительно для семейного счастья, я думаю, нужно чаще смотреть это видео с Оксаной. Ну, там, правда, много полезной информации. Петя. Между прочим, Петя прав. Научиться можно на любом материале. Ну ладно, а сегодня, кажется, Ира нас угощает, да? Ничего себе. В смысле? Эй, я не поняла, мы так не договаривались. Мы договаривались. Ира, ну ты вообще, конечно, такая затейница. Ладно, все, хватит ваших диалогов, понял я. Они очень рады. Олеся и Алеша помирились и пообещали друг другу, что начнут ходить к семейному психологу. Через полгода терапии отношения пары наладились. Супруги задумались о рождении третьего ребенка. И это не может не радовать. В общем, ребят, вот такой вот выпуск с интересной достаточно концовкой, с интересной развязкой. Вот такие выпуски я одобряю. А с вами был Женек. Обязательно пишите, как вам. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И будьте со мной. А я вас целую, люблю, понимаю. К сердцу прижимаю. Мучаюсь от боли. Со своей любовью с фотографией в айфоне. Расговаривайте со своими мужьями. Чтобы не было никаких массажей. Ё-моё, блин, давайте нахрен. Спасибо за просмотр. Пока.